Достоевский уточнил и одновременно драматизировал тему рефлексии, тему рефлективного персонажа в русской литературе. Достоевский пришёл с мыслью, что рефлексия заключается в сознании греха, потому что сознание себя, отношение к себе, отношение к своей жизни достигается сознанием вины, сознанием собственной ничтожности и беспомощности перед грехом. Можно начать с самого простого, такого незаметного сюжета из «Идиота», который даже никак не влияет на общий сюжет, просто сценка, маленькая такая забавная сценка. Она в самом романе получила название «Случай с генералом». Происходит это на даче Лебедева. Там гостит князь Мышкин и гуляет генерал Иволгин. Они с Лебедевым непрерывно пьют, поют фактические песни, очень довольны, прекрасно проводят время. Но генерала взяла тоска, взяла тоска по своей капитанши. Но вот так захотелось бы его капитанши, просто никаких сил нету, а денег не копейки. А чтобы сидеть, нужны деньги. И он в какой-то момент взял и стыбрил у Лебедева 200 рублей. Какая-то приличная сумма, она физически даже выглядит довольно плотненько так. Взял деньги, кинулся к вокзалу и тут же опамятовался, тут же. И возвращается, чтобы вернуть деньги. А Лебедев уже проснулся, уже заметил и поднял шум. Ну а что делать генералу, скажите мне, пожалуйста? Как эти деньги вернуть? Он положил под стол, на виду у всех, стол такой, без касси, положил, большая пачка денег, положил под стол, якобы упал. Лебедев не видит, не замечает, и все. Когда они ушли из комнаты, ну что, кто-то возьмет другой генерал, тогда сделал дырочку в пиджаке Лебедева, и как будто провалилась подкладка. Лебедев входит, стучит ему, подкладка эта стучит при каждом шаге по колену, он не замечает. Лебедев, конечно, такой человек артистичный, он не может, ну, сам играть в эту игру. Он поднимается к князю и рассказывает князю эту историю. Князь в ужасе. Князь говорит, Лебедев, вы что, не понимаете, что он у вас прощения просит? Очень понимаемся. Как вы можете говорить с ним? Честнейший человек. Вот, Лебедев приходит в восторг. Вот, князь, с вашим сердцем и умом только и можно было найти это верное слово. Честнейший человек. Так что же вы, Лебедев? Ну, еще два дня подожду и найду. С кем уходит? К князю поднимается генерал. Князю поднимается генерал. И хочет все время князю что-то сказать, что-то объяснить. И все время срывается на пустую болтовню. Генерал Иволдин был известен тем, что он враг. Он непрерывно врет. То, что солдаты, которым поле сердца попало, он оказался в строю. То, как он ногу хоронил на гайки. В общем, это уже, Лебедев в ответ генералу. Генерал все время врет. И князь никогда не поощряет этого его враньяки. А тут генерал по обыкновению стал рассказывать про то, как он был пожжем у Наполеона в Москве. И спрашивает пытливо, по своему обыкновению, спрашивает пытливо у князя, но вы же мне верите? И князь, ужасно покраснев, говорит, да, конечно, верю. То есть князь обращается с Лебедевым как с фарфоровой чашкой. А Лебедев замечает, Достоевский, Лебедев был врань, но из той породы врунов, которые не только понимали, что они врут, но и прекрасно понимали, что другие понимали, что они врут. И генерал обиделся, оскорбился. Понимаете, на кого он оскорбился? Он не на Лебедеву оскорбился. На Лебедеву он обиделся. Он оскорбился на князь Омышкина. Он ему записку прислал, что я от кого, от кого, от вас. Я этого не ожидал. Что происходит? Обычный прием у Достоевского, мы в этом видим все неоднократно. Достоевский ставит героя на ту грань, которая отделяет грех от негреха. Грех от негреха. Кто из нас скажет, что генерал украл? Кто из нас скажет, что генерал украл деньги? И только сам герой может решить, было это или не было. Была вина или не было вины. И генерал принимает вину. Именно поэтому ему оскорбительно отношение князе, которое говорит ему, невиноватый. Невиноватый честнейший человек. Не было этого, перестань мучиться. Забудь. Он обращается к генералу костнофоровой чашкой, пытаясь пожалеть его. Как поступил бы, наверное, каждый из нас. Примерно так же. Лебедев генерала, как собаку в грязь, тычет. А не воруй. А не воруй. Ты думаешь, так просто? Взял деньги, вернул деньги. Ах, деньги нашлись под столом. Ах, деньги проварились под складку. А Лебедев все тщательно изучил. Он посмотрел шовчик, который надрезал генерала. Аккуратненько так надрезал. И денежки туда провалил. Лебедев мучает генерала. Но генерал эту муку принимает, потому что сам принял свою вину. А на князя оскорбляется. Вот в этой маленькой сцене, собственно, весь Достоевский. Достоевский ставит героя на грань сознания или отказа от сознания вины. Либо сознания вины. А ведь воровство, ну, плохой лист. Если ты там по горячности дал кому-нибудь по голове, это одно. А украл, это совсем другое. Дал по голове, можно извиниться. Извини, я погорячил что-то. Это одно. А вот извини, я тебя украл по слабости. Вот это не пропозит. Поэтому генерал, приняв вину, именно, повторю, именно потому что генерал принял вину, сам принял вину на себя, это не ускорбительно позиция обвинения. Позиция облегчения этой вины. Князь решает, надо видеть, что генерал решает генерала достоинства, который сам генерал в собственных глазах приобрел, сознав и приняв вину воровства. Такой чашки, грязный, нехороший грех, как воровство. Генерал при этом обретает достоинства, обретает самосознание. Он держится за это. Вот снова скажу, не оскорблен поведением Лебедева, совершенно безобразным поведением, издевательским поведением. А поведением, понятным, совершенно благородным, сострадательным поведением князя, он задет. И задет очень больно. В более серьезных случаях, скажем, Настасья Филипповна, из того же самого романа. История Настасьи Филипповны такова. Родители умерли. Она двоянского рода, хорошего, древнего двоянского рода. И что ты вводишь? Она в совсем детском возрасте осталась без родителей. И сосед, богатый сосед, она в этой точке ее приютил в одном из своих многочисленных книг. Через несколько лет, объезжая свое имение в этот второй раз, он заметил, он уже забыл об этой девочке, а тут заметил уже молодую девушку, обещающую необычайную красоту. Атовский в этом был великий мастер, великий знаток. Он сразу поменял ее воспитание, дал настоящее дворянское воспитание домашнее. и в какой-то момент в один из своих очередных приезда зачистил в это имение в один из своих приезда соблазнил. Мастер Филипп. Вот опять, смотрите, это уже случай серьезный, определяющий сюжетную конвоксию романа. Героиня стоит на этом самом краю, и вполне можно списать на неопытность, на незнание жизни, на беспомощность, на помощь Угл-Кантовского. Никто, собственно, даже в романе никто ее не осуждает. Даже родственники Гаврила Екатерионовича, родственники Гани не осуждают ее, они не хотят этого брака, но они не осуждают в этой Филиппе. Кроме нее самой. Она принимает вину, причем она принимает вину всеми словами. Она описывает свое положение приедет, распалит, развратит и уедет. Вот так. Распалит, развратит и уедет. Сколько раз хотела броситься в пруд да подла была. Не смогла. Афанасия Филипповна берет вину на себя и с этой виной живет. сам Афанасия Иванович вместе с генералом Ипочиным хотят резонно вообще-то предлагают ей наконец не стоять на своей виной, а возродиться. Возродиться хоть не в любви, так в семействе. Афанасия с огромным трудом, с огромной настороженностью пытается идти этим путем и все равно не получается. На юбилее, на праздновании 25-летие там среди прочих гостей оказывается князь Мышкин. И происходит совершенно то же, что происходит с генералом Ивановым. Совершенно то же самое. Князь выясняет, что князь имеет состояние самостоятельное вполне достаточно. Князь видит, что момент решительный. Наталья Филиппова обещала сказать наконец да или нет. Гаде все ждут и князь делает решительный шаг. Князь влюбляется на самом среди по фотографии. Мы сами знаем, что это такое. Это мечтательное сознание. И сам говорит, что он страстный мечтательный. Он удивляется по фотографии и нас это не должно удивлять. Вживую Наталья Филипповна он делает ей предложение. И Настасья Филипповна не отказывается на его слова «Я вас люблю». Грозно смотрит на князя и шутит. И сама эта грозная взгляда показывает, что она принимает. Сама эта грозная взгляда раскрывает нам то, что она готова принять предложение. Но князь продолжает. Князь говорит «Я вас люблю, Настасья Филипповна, но я вас не только люблю, я вас уважаю, поскольку вы страдали, а я купцом». Анастасия Филипповна все бросает и уходит попавшимся купцом, купившись за деньги ее ночью. Деньги правда не берет, чтобы было слишком. Но себя губит. Даже Афанасий Иванович после этого успокаивается, потому что теперь вне света она уже не опасна. И далее в романе она уже не появляется в приличном кругу, она уже без горь, находится такими же сомнительными личностями, которые выжили ее большой толпой, но она уже не в обществе. Почему? Потому что человеку, считающему себя подлой, можно сказать «Я тебя люблю», но сказать «Человеку, считающим себя подлой, я тебя уважаю», нельзя. Нельзя. Анастасия Вилиповна оскорблена этим, так же, как генерал Иванов оскорбил тем же самым князем. Случай с генералом это почти шутка. вскоре генерал еще помер, что сейчас смешная шутка получилась. Случай с Настасьей Филипповной это драма, трагедия, но построены они одинаково. в ситуации вины и безвинности что предлагает Афанасий Иванович? Что он предлагает? Он предлагает забыть, забыть, этого не было, возродиться. третий другой роман Братик Карамазов. Митик Карамазов среди своих бесчинств поступает очень дурно и странно с неким Снегиревым. Возможно признаваться беседным типом, возможно он заслужил презрение Митина, но Митин берет его за жидкую бороденку и по главной улице города тащит через весь город. Катерина Ивановна как известно тиранически любит Митину. Она его любит ради его Митиного спасения. и она пытается исправлять все эти бесчинства, терпеть и по возможности исправлять все эти бесчинства, которые творит Митин. 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 Что она может сделать? Она может дать денег. Но как дать денег за оскорбление? Спрошу вас, как можно дать денег за оскорбление не оскорбив еще больше? Эту совершенно непосильную задачу она направляет Ангела Алешу. Вот кто может быть может справиться с этой задачей это Ангела Алеша. Алеша берется трепеща за эту задачу. И Алеша находит находит верные слова единственные очень верные слова. Вот Снегирев сразу на дыбы про деньги Алеша находит слова от страдающей сестры страдающему брату. Вот так. Действительно Катерина Ивановна страдался от Алеша пуще Снегирев. Это верная правда и весь город знает как участить Митя со своей связью с Грушенькой и прочими делами. От страдающей сестры страдающему брату. И Снегирев берет деньги. Снегирев понимает. Берет деньги. А Алеша от того что это произошло от того что это случилось впадает восторг восхищения. Говорит как хорошо что это произошло. Снегирев бросает деньги в грязь и втаптывает. Похоже правда? Похоже. Похоже. Человек находится в оскорблении считая себя ничтожеством может проведение. Сознает себя ничтожным. И поэтому если ему осторожно другой страдающий человек осторожно предлагает помощь он ее принимает. Но восторгов Алеша на восторг он не принимает. Потому что этим Алеша дотал ему орден. Молодец. Как все это все хорошо? А что тут хорошего? Сознание вины как нигде не встретить. в сознании вины человек обретает достоинство. И когда его каким-то образом жалеют или им восхищаются или его уважают он обрывается. Он лишается этого достоинства обретенного в сознании вины. Он лишается этого достоинства и этим оскорблен. Генерал Йолгин Наташа Филипповна Снегирев они оскорблены в сознании своей вины. Коль мы столкнулись с такой серьезной разработкой темы вины мы сами должны разобраться что это такое. Есть замечательное рассуждение Сократа о природе зла. Сократ как известно беседует и Сократ спрашивает у собеседника существует ли зло. Собеседник отвечает ну видимо да есть и слово и смысл. Разберемся говорит Сократ предположим я ненароком нанес вред кому-то например лучшему другу с лучшими чувствами дал бокал вина не зная что оно отравлено. друг умер в порчах ничего хорошего здесь конечно нет но и вины нет и вины нет потому что это не сознательно. Сократ если не соглашается с Сократ раз нет умысла значит нет и вины беда есть вины нет Сократ продолжает возьмем ситуацию сознания предположим у меня есть свое убеждение а у тебя свое предположим я считаю что человек эгоист по природе и поэтому добрые дела делать неправильно потому что природе несоответственно ты считаешь наоборот что человек по природе альтруист и поэтому делает добрые дела я считаю что ты творишь зло потому что есть против природы человека а ты считаешь что я творю зло потому что веду себя как я занимаюсь отнимаю с других сторон еще такое прочее два мнения два мнения каждый считает другого порождением зла но есть здесь зло предположим ты меня переубедил я я жил я еще думал я чувствовал и наконец пришел к выводу зуба все же совсем не так человек по природе добрый человек по природе должен служить другим людям а что делал я всю свою жизнь я понял что я творил зло но когда я его творил я его творил не как зло я его творил как добро как благо я думал что это благо сейчас я понимаю что это зло но когда я его творил когда я его делал я делал его как благо и поэтому зла опять нет хотя на лицо сознательное объединение что же получается говорить сакраме что же у нас выходит чем является зло это вообще существует зло это когда я знаю знаю что это неправильно знаю что это не должно знаю что так нельзя и делаю это единственный серьезный смысл слова зло зло если оно есть оно совершается как зло оно совершается сознательно сознательно как зло И тогда мы смотрим... Сократ достичь определил. Сократ был язычником, у язычников нет зла. Поэтому Сократ закончил свое великолепное построение следующим образом. Зло можно совершать только сознанием того, что это зло, и поэтому зла не существует. Здорово, да? А язычник? Другой человек? Он не глупее нас, он Сократ. Но он не язычник. Мы-то с вами знаем, что только так и бывает. А он думает, что так не бывает. А он считает, что так не бывает. Мы вдумываемся в природу только стихиазм. Это очень любопытное обстоятельство, но нет возможности это развивать. Короткий курс, посвященный поэтике о нечистой философии. Вообще это страшно интересно, что до Христа человеку не был грешен, не знал себе греха. Каждое человеческое движение было божественным. Если вместе, то пожалуйста, пойдем вместе. Какой может быть ущерб в Боге? Поэтому многобожия европейская ситуация для христианства, она не предполагала зла. Всякий Бог-Бог. Но развивать это я сейчас не буду. Сократ говорит, что так не бывает, но мы-то с вами знаем, что только так и бывает. Но Сократ при этом ювелирно совершенно определил, очень точно определил природу зла. Зло именно это. Когда ты делаешь, зная, что ты делаешь. Это не ошибка, подал вино или неправильно понял человеческую природу. Здесь нет зла. Беда есть, зла нет. О чем говорит Сократ? Сократ говорит о том, что если зло все-таки есть, то надо... Он считает, что его нет. Но если оно есть, то есть. Любовник, человек, который отрицал зло, проснущившего его определил. Так бывает. Который совершенно не верил в зло, всех лучше его определил. О чем идет речь? Речь идет о том, что зло бывает двух видов. По слабости и сознанию. Что, собственно, выбирает генерал Иоанн. Понимаете? Из всего сюжета просто лезет прет подсказка, что он это сделал по слабости. И мы с вами так и понимаем. Мы с вами так и понимаем. Ну так же хотелось капитан, что... Ну просто, ну вот, ну все. Все. Забвение, помню. Забвение случилось. Это, понятное дело, слабость. А что в этом увидел, если бы, давайте подумаем, если бы генерал Иволгин увидел в этом собственную слабость, он бы себя простил. Неправда ли? Он бы себя простил, как и всякий. Ну, затмение нашло. Он бы, наверное, и... Либо его бы душу, они там вместе пили-пили столько дней. Наверное, он в пьяном расслаблении бы и душу раскрыл. Сказал, ну ты же мужик сам понимаешь. Ну вот, ну случилось. Ну вот так. Без капитации просто не дышать. Вот. Но не это, оказывается, понял. А русский генерал, русский дворянин понял, что он понимает, что ворует, и всё-таки взял. А этот грех с этим грехом уже можно оскорбиться и на князя Мышкина. Потому что князь, он себя не простил. Поэтому он просил лебедя, который над ним издевается. И не просил князя, который ему сочувствует. И жалеет его. И мы понимаем, что приняла Настасья Филипповна. Здесь из сюжета взяла на себя, приняла Настасья Филипповна. Здесь из сюжета опять со всех щелей лезет слабость. Маленькая девочка. Маленькая девочка. Беспомощный ребёнок. Чрезвычайно опытный искуситель. Ну вот, давайте простим слабость. И здесь как раз настоящий сюжет начинается. Потому что когда Торцкий, генерал Япончин, предлагает возродиться, то они предлагают понять, что же там происходит. Они предлагают понять это как слабость. Падение Настасьи Филипповны понять как слабость. И тогда можно возродиться. Зачем же стоять на своей слабости? Ну было, было, было. Добыть. Настасья Филипповна. Они понимают, что Торцкий не может иначе понимать как слабость. Не может понимать иначе как слабость. Про него говорит Бостоевский. Если бы его взялись убивать, то он перепугался бы не того, что его собственно убивают, а того, что это происходит не изящным способом. Как-нибудь. В этом весь Торцкий. Настасья Филипповна сама считает, что это не слабость. Потому что она действительно рефлюктивный персонаж. Она в этом видит собственную вину. И вдруг приедет, распалит, разворотит и уедет. Это упрек не Торцкому, вы понимаете. Это укор самому себе. Это укор самому себе. Своей слабостью. А Торцкий ответ говорит, когда Торцкий его упрекает, он говорит, Настасья Филипповна, как можно меня упрекать, посмотрите вы на себя. То есть, когда такая красавица, ну как человека можно? Можно в чем-то упрекать. Ну как? Какой человек не появится слабости в этой ситуации? Слабостью благородно. Он, конечно, давал хорошее предание, там, давал замуж, предание, давал замуж. Но дал слабость. Ну как? Посмотрите сама на себя. Торцкий именно так интерпретирует человеческий грех по природе собственного сознания. Но не Настасья Филипповна. А когда грех интерпретирован именно так, то человек уже отступает за грехами сойти. Потому что это сделано сознательно. Понимаете, да? Одно дело, я по ошибке случайно наступлю вам на ногу и делаю очень больно. Тогда можно извиниться. Тогда можно извиниться. за всем другое дело, Да, это конечно неосторожно с моей стороны, и неловко, и безобразие. Отдавил человеку нового до боли. И сам не заметил. Изобразие, да и только. Но можно извиниться за всем другое дело. Если я подойду, наступлю вам на ногу, и буду давить внимательно, глядя вам в глаза. Это совсем другая история. И после этого еще я вам подойду и скажу, простите, пожалуйста. Это будет много поскорбления. Это будет много поскорбления. Граница проходит именно здесь. Но при этом я испытаю огромное, не с ничего не сравнивало наслаждение во втором случае, вот, нечезающее это. Почему-то я испытаю огромное наслаждение. Попробуйте на себе. Вы ссорились когда-нибудь через дни? Я часто ссорюсь, но почему-то никогда не ссорюсь с мужчинами и детьми, только с женщинами. Но с женщинами ссорюсь постоянно. Я заметил, что поссорившись по какой-то положительной причине, там, раздражение, усталость, развязновался, там, еще тысячу причин разных, может быть, почему я поссорился, закатил сцену. Уже поссорившись по положительной причине, я обязательно сделаю еще два шага, уже не вытекающих из моего раздражения, а вытекающих просто потому, что раз поссорился, так я еще немножко поссорюсь. поссорился просто потому, что уже поссорился. И это совсем другая история. Здесь я поссорился по слабости, сначала я поссорился по слабости, а потом я поссорился, потому что поссорился. Сначала я совершил грех, а потом я совершил грех по поводу греха. И этот второй грех всего интереснее. Именно он и занимает Достоевского. На вечеринка Анастасия Филипповна была затеяна, Фердиченко предложил якобы модную, новейшую птижо, салонную игру рассказать о себе самый отвратительный поступок в твоих жизни. Вот самый отвратительный взять и рассказать. На замечание присутствующих, возмущенное, замечание присутствующих, что за игра, кто же правду-то скажет. Фердиченко резонно замечает, так интересно посмотреть, как врать-то будут. И стали играть. Фердиченко рассказал свою историю, мы к ней вернемся. Афанат Иванович Туцкий рассказал свою историю. Когда он был молодым, у него жил, служил в провинциальном городке, у него был друг Петруша, который был влюблен в жену одного из местных сановников. А тогда в моде был роман Дюма Сына, дамы с камериями. И всем, естественно, дамам после этого романа подавай камерию. А где в Средней России среди зимы возьмешь камерию? и Петруша сбился с ног в поисках камерии, тем более, что должен был быть какой-то вечер, там, бал, что ли, нужно было быть. Петруша сбился с ног, а ситуация усугублялась еще тем, что соперница, прямая соперница этой вот избранницы, Петрушиной избранницы, другая, жена другого самого важного из сановников нашла камерию. И всем стало известно, что она на этом вечере будет скорее вы сами понимаете ситуацию. И тут Петруша прибегает к Тотскому Эльрика нашел здесь в десяти верстах от города богатый купец, там детей нет, одни канарейки и цветы. Есть, 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 целая клуба, скажем, поеду, завтра утром в семь в сане поеду, молю, на колени стоять буду. Все, полном восторге, убежал. Тотске подумал, подумал, потом еще подумал, потом еще подумал, запряг в шаге в пять утра, поехал, уговорил, чуть ли не на колени стоял, уговорил, срезал всю клубу, красная такая. Вот это белый, у соперника, а тут красная, срезал всю клубу и свез, к этой самой даме не имея ни малейшего интереса. Ни малейшего интереса. Потом взял два пистолета и стал ждать Петрушева. Проводил на стопе с собой два заряженных пистолета и стал ждать Петрушева. А Петрушев заболел нервной горячкой, долго болел, потом уехал на Кавказ и первого бою был уехал. Вот такая история. Вот такая история. Вот такой грех. Впосредствии крайне неприятный человек погиб, можно сказать. Но какого рода перед нами видна? Сердышин, когда сказал, нашу действительную грязную историю про себя, Сердышенко завопил. Надули Фердышенко. Вот так надули Фердышенко. Вот так надули. Анатолий Свердышенко даже расчерпелся. Обозвала Анатолия Севастовича букетником. Сказала, что тяжелый, действительно, крайне скучный, прекрасный. Рассказано по типу черт попутал. Я говорю о двух грехах, по слабости и по... А мы вспоминаем диканьку с вами. Это важно вспомнить. В диканьке только внешнее зло. Только черт попутал. психологический случай. Немножко ревности. Чужому успеху, даже если нет собственного интереса, все равно это... Это у Лермонтова еще замечено, что в свете у молодых людей так развита тщеславие, что даже в случае отсутствия собственного интереса успех другого вызывает зависть и ревод. Отчасти просто артистизм. Мне кажется, анекдот. Вместо отвратительнейшего случая в своей жизни анекдот. Но, как я уже сказал, Тотский иначе и не понимает греха. Он в любой свой поступок инключитывает не как сознательно совершаемое зло, а как слабость. Почему анекдот? Потому что описана человеческая слабость. Например, ревность. Ревность к другу, к успехам друга. Потому что в случае успеха дела Петруша, он был безнадежным влюбленным в этом сановниках, но дела его наверняка воздвигаются. Потому что как замечают истерические женщины в этих случаях. Их благодарность постирается невероятно далеко. не знаю, правда ли это, так написано. Тотский понимает все грехи как проявление слабости по природе собственного сознания, по устройству собственного сознания. Анастасия Филипповна интерпретирует свои грехи совершенно иначе. Потому что ее сознание устроено совершенно по-другому. И граница между рефлексией и непосредственностью пролегает именно сознание и вины. Граница между непосредственностью и рефлексией, которую мы, собственно, занимаемся весь курсом, пролегает в сознании собственной вины. Не как слабость, именно здесь граница по-настоящему, по-хорошему пролегает. Не как слабость, а как сознательно совершенного треха. границу пролегает в зло. Сократ, неверящий в зло. И эту же границу провел Достоевский очень даже верящий в зло. даже понимающий, что человек зло присущий. Человеку зло присущий. что рассказал Сердиченко? Сердиченко рассказал, как он, будучи на вечере у приятеля, в пустой комнате нашел трешку, лежащую прямо на столе в пустой комнате. И вот эту трешку зачем-то сделал. Трешка это совсем немного. Что фотки? Вот кстати, трешку пропил вечером. Купил мне что фотки. Это никакие не деньги. толпнул в руку. Он такой человек вообще немножко признаватый такой сомнительной репутацией. Он взял трешку и в карман. Хватились. Но на гостей думать не приходят. Ни с какой стороны. Служантка. Была одна служанка. Ее привели. и стали стыдить. Слишком очевидная ситуация. Стыдить. Верни. Устыдись. Как не стыдно. А фито что-то говорит. Все ее стыдят. А я стыжу громче всех. А я стыжу громче всех. испытываю огромное удовольствие что я кричу громче всех а в кармане все пощупаю эту трешку. Что огромное удовольствие от того что я громче всех моралинирую а в кармане мну эту трешку. Вот мои два шага вернутся ко мне моих шагов 40 женщин совершенный грех и грех совершенный по поводу греха. Фердыченко украл много ли малый он украл. Но он совершил грешок скажем так достаточно в том геометрии честное слово. Структура греха грех сложный. Сердыченко стибрил в первых трех войск. Но совершив грешок он по поводу этого греха делает еще несколько шагов и при этом испытывает отрубленное удовольствие. Записыватель из подполья разбирается в случае зубной болью. Автор записыватель говорит вот возьмем зубной болью. Хороший пример я его ржавил. Хороший пример я его ржавил. болят зубы у меня я и день ною и два ною и неделю ною и вторую неделю ною и я всем уже так надоел вас чертил. Меня в легче настолько ненавидит за мое нитье двухнедельное а сам я себя ненавижу больше всех и вот тогда когда это моя ненависть и отвращение правильнее сказать отвращение всех остальных ко мне и прежде всего меня самого отвращение ко мне достигает предела я начинаю не просто выйти я начинаю выйти художественно с руладами и испытываю при этом почему-то невероятное наслаждение вот он весь Сердышенко вот он Анастасия Филипповна вот он генерал Илог ничего такого почему не делает а Сердышенко делает точно и автор записи из подпорья тоже это делает и я делаю и вы делаете у греха есть структура совершается грех по слабости ну другой скрепился не нын две недели как нын скрепился и промолчал а этот нын и поэтому все вас учет всего есть грех по слабости и есть грех по поводу греха это очень Достоевский Достоевский многократно убил почему-то из ревности там еще почему-то ну а потом убил еще раз потому что уже убил от отчаяния это очень по Достоевскому сначала убил по слабости а потом убил потому что уже убил Христианство – это религия покаяния. Есть вообще два вида религий – религия закона и религия благодати. В религии закона Бог понимается как судье. В религии закона Бог понимается как судье. Иудеи ждали прихода Мессии, дабы свершился правильный суд. В Святском Завете очень много красивых мест, смысл которых – доколе, доколе в мире будет несправедливость, доколе Господи, доколе неправедные будут ластовать, а праведные будут гонить. Это то, что называется «испытание веры». Религия закона предполагает испытание веры. Но христианство – это не религия закона, прежде всего. Конечно, оно включает себя в религии закона, но это не только религия закона, а прежде всего религия благодати. Где Бог приходит, чтобы спасти. Чтобы спасти. А кого спасти? Неужели праведникова? Христос идёт, не его благочестивых иудеев, к мытарям и блудницам, и он спрашивает «Почему ты идёшь к мытарям и блудницам?» Я пришёл не в здоровье, я пришёл в больницу. Сознание своей вины, сознание греха в христианстве является условием Богообщения. Обращаясь к Богу с сознанием своим. Не с сознанием своих справедливых достоинств, а с сознанием своей вины. Это видно из притч Христова. Притча о мытаре и хорисеи. Хорисеи — это не самых уважаемых людей среди иудеев, а мытарь — предатель. Собиратель налога со своих, мытарь — это из своих, из евреев, которые со своих берёт налог в пользу лимфа. Предатель. Собиратель. Собиратель. Собиратель приходит к Господу, и форисей говорит разумные и оправданные вещи. Он говорит «Спасибо Господи, что ты дал мне силы блюсти твои заповеди». Разумная в меру скромная речь. Спасибо Господи, что дал мне силы внести свои заповеди А мытель просто стоит И не сила пронять глаз От стыда И сознания своего полного уничтожения И раздается голос Бога Спасется скорее Имеющий уши да услышит То есть я спрашиваю, почему это свое учение предлагает, чтобы было иносказательным Не прямо Что-то отвечает Потому что прямо это не очень-то сказать Религия закона понятна Она трудна, она заслуживает всяческого уважения Но она понятна А обращение к Богу с сознанием своей вины Когда человек именно в этом состоянии И ближе к Господу становится именно в этом состоянии В состоянии сознания вины Признание собственного уничтожения Становится ближе к Господу Не ближе по мере своего совершенства А ближе по мере своего поколения Пробудного сына У отца было два сына Младший Забрал часть своего имущества Все, что ему причиталось по наследству И прогулял в городе Пробуды И вскоре нашел себя Последним работником на ферме Который укормят соседей И он сказал себе А что же я так У меня же есть отец И он пошел Не в силах поднять глаза От своей вины Пошел И отец Завидит его И сдалил Сказал У нас сегодня праздник У нас сегодня праздник Забейте лучшего бычка Ибо у нас сегодня пех И тогда Сказал старший сына Я столько лет служил тебе Я столько лет был в послушании Ни разу тебя не ослушавшись И ты ни разу Раз меня Устроил праздник Что отец отвечает Нет больше радости На небесах Как возвращение Лишь Видите Такое же точно противопоставление Как бы мы Третье Есть верный И есть ослушник Ослушник Которому невероятно стыдно И ослушник Оказывается Ближе Понятно Что Отец это Бог А мой Своё сыновья Кающийся Ослушник Оказывается Ближе к Богу Нежели Послушник Если есть такое Представление Послушники Я не уверен Что у нас есть Оппозиция Но предположим Что есть Достоевский Говорит об этом Достоевского практически нет Заси Филиппов Никогда не обращается К Богу Нет Этой темы Обращения человека К Богу Но она есть Иногда Когда Алёша Станет Засима Но очень Немного В нём Вообще Обходится без Обращения человека К Богу Во многих Романах Многие персонажи Сознающие Грех Не обращаются С этим К Богу Но само Сознание Греха Достоевство Достоверно Мы понимаем О чём Он говорит Казалось бы Генерал Егорин Должен был Обидеться На Лебедева И поблагодарить Князя За страдание Но получается Наоборот Наоборот Достоевскому Интересен человек В сознании Греха И именно В смысле Сознательного Греха У Толстого Вообще Не такого У Толстого Отец Сергий Когда он понимает Что ему Не победить Похоть Он оттябывает Себе палец И в замок Похоть побеждает У Толстого Сколько угодно Греха Но первого вида По слабости Понятно Что похоть Это слабость Ведь Слабости У Толстого Сколько угодно Но только У Достоевского Мы видим Грех По поводу Греха А это Совсем Другая История Это Совсем Другая Поэтика Совсем Другая Поэтика Которой Мы будем Заниматься Еще Довольно Другой Еще на сегодня Спасибо Спасибо Другой